Дамы и господа, сейчас у нас будет следующий рассказ о том, как жить, если очень хочется иметь оракол, а его нету. На самом деле это гораздо более полезный доклад, потому что в подкресе одна из проблем, которые мы сейчас имеем, это некоторая проблема средств диагностики. Средства диагностики местами не достаем, местами вместо привычных средств диагностики нужно использовать довольно сложные тулзы, которые вообще предназначены для разработчиков Hydro Linux, а не для DBA. Два зуба начинают болеть, когда они смотрят на эти скрипты. И вот ребята из Яндекса и ПГПРО расскажут, собственно говоря, о методах диагностики подкреса, которые они применяют, как ими пользоваться, и немножко расскажут о том, как они собираются улучшить этот мир. Я попрошу их поприветствовать. Всем привет, меня Вова зовут, я админ Яндекс.Почты. Доклад у нас совместно с Ильдусом. Ильдус занимается разработкой Postgres.Ель. В компании Postgres.Ру я его чуть попозже приглашу, начну рассказывать Ель. Илья уже правильно сказал, доклад про диагностику Postgres. И важный момент, в презентации будет часть картинок, которые с последнего ряда могут быть видны плохо, ну там, они ловились когда-то давно в продакшене на темном фоне, и, в общем, воспроизвести эту ситуацию достаточно сложно, и поэтому какие-то картинки, которые могут быть видны, не очень хорошо. Если у вас есть возможности и желания, вы можете презентацию скачать и смотреть ее там, с того устройства, с которого вам удобнее. Собственно, доклад будет разбит на какое-то количество частей, и первая из них посвящена тому, что делать, когда у вас взорвался мониторинг. Собственно, куда в этом случае бежать. Ну, взорвался мониторинг, это такая абстрактная штука, имеется в виду взорвался мониторинг чего-то связанного с базой данных, разумеется. И мы считаем Postgres хорошей базой данных, а хорошая база данных, когда у нее все плохо, она во что-то убирается, как правило. В большинстве случаев это в какой-то системный ресурс, ей не хватает процессора, ей не хватает дисков, или даже, не дай бог, сети, еще чего-нибудь. Она может вполне себе убираться в так называемые heavy-late lock, блокировки на строчки, на таблички, еще чего-нибудь. Но бывают редкие, но тем не менее бывают случаи, когда база упирается не во все вот это, а во что-то другое. Ну, немножко картина тестоводственного продакшена. Вот, например, хитоп с одной постгрешной базки, которая уперлась в процессор. Load average 200, куча сессий и весь процессор в юзер-спейсе. Такое бывает. Или, вполне себе, базу можно упереть в диски, с постгрешной достаточно популярная штука. Вот, утилизация тут на паре дисков близка к 100%, а wait — огромное количество чтений с диска. Диск умеет кончаться не только по e-lops'ам или по пропускной способности, он может кончаться и по месту, к сожалению. Вот, вот эта картинка с базы, где кончилось место на разделе с x-log'ами. У нас бывают ситуации, когда база упирается в сеть, на передачи x-log'ов, на реплики, в архив, еще куда-нибудь, на толстые ответы клиентам. В случае с памятью все сложнее. Как правило, вы не увидите, что у вас проблемы именно с памятью. У вас, в зависимости от того, как настроена ваша операционная система, либо вы начнете залезать в слоу и увидите это как проблемы с дисковой активностью, либо придет улом и сложит вам, ну, в смысле, убьет какой-нибудь бэкэнд или чего-нибудь еще, и в результате этого сложится весь пасгресс. Это все вполне себе хорошо диагностируется вообще внешними по отношению к пасгрессу инструментами. Ну, то есть, там, любимая топ-лайк утилита, и что, портоп, что угодно. Вот. Какой-нибудь дестат, и отстат, и так далее. Ну, я говорю преимущественно о Linux, разумеется. В случае, если база упирается в тяжеловесные блокировки, то эту информацию вполне себе можно посмотреть через представление PgLogs. Вот. И есть какое-то количество запросов, которые облегчают парсинг вывода оттуда глазами. Ну, они собраны на пасгрессной веке. Ну, собственно, пример выше, который показывает вот так вот, все красиво, он там есть. Бывает, что, ну, вообще говоря, как бы взрыв произошел, вы во что-то уперлись, но далеко не всегда понятно. Ну, то есть, да, вы во что-то уперлись, а из-за чего уперлись, черт его знает. В большинстве случаев что-то изменилось. Ну, не знаю, чем-нибудь выкатили, у вас увеличилась нагрузка на базу, как на этой картинке. Или там поехал план какого-нибудь запроса, и он стал работать не так, как ожидалось. Собственно, до версии 9.4 существовал, ну, и существует до сих пор хороший инструмент PgStat Statements. Не знаю, насколько хорошо тут видно, но можно было посмотреть с точностью до запроса, который из них потребляет больше всего времени. Ну, то есть, на какие запросы база тратит больше всего времени. Ну, а дальше уже стандартный там explain, analyze, смотреть, где они это время тратят, что делают и так далее. Но время, которое база тратит на выполнение запросов, это не самый лучший показатель. Это время можно тратить на самых разных ресурсах. Можно читать с диска, можно насиловать процессор, можно, не знаю, сортировать чего-нибудь, и можно ожидать какого-нибудь блокировки и так далее. Начиная с 9.4 появилась отличная штука, которая называется PgStat Key Cache, которая позволяет посмотреть с точностью до запроса, в том числе потребление процессора в юзер тайме, потребление процессора в систем тайме. И очень крутая штука, которую она умеет, это разделение чтений с дисков физических и получение данных из PgCache операционной системы. Ну, несколько примеров. Вот, например, запрос, который точно так же выводит информацию по топовым запросам, опять же, сортированные по времени, но в том числе показывает, сколько они съели процессоров в систем тайме, в юзер тайме, сколько писали, читали с диска, сколько получили из памяти, ну и так далее. Ну и можно посмотреть текст этих запросов, разумеется. Сам запрос выглядит вот так. Это обычный текст, можно в случае чего скопировать. Он, на самом деле, далеко не такой сложный. Тут все просто. Мы забираем данные из PgStat Statements с PgStat Key Cache. И сортируем, ну, в данном конкретном случае, тоже по времени, которое база потратила на этот запрос. Но это не самое большое преимущество PgStat Key Cache. Можно там сортировать по чтению из диска, по записи на диск, и по многим вещам. Вот, например, тот же самый PgStat Statements умеет разделять Shared Heat и Shared Read. Это, значит, чтение из разделяемой памяти, из Shared Buffers, и все остальное. Так вот это все остальное, это может быть из PgCache операционной системы, а может быть физически из диска. Вот, PgStat Key Cache их умеет разделять. Ну, собственно, делает он это с помощью системного вызова Getter Usage, который показывает, ну, который дергается после каждого запроса. Ну, вот, например, у нас была баска, которая упиралась в диск чтениями, и мы построили вот такую штуку, ну, запрос, который сортируют по физическому чтению с диска, это в процентах уже относительные величины. Тут видно, что у нас запросы, которые в топе, у них там единицы процентов доходят до диска и что-то с диска читают. Все остальное отдается либо из разделяемой памяти, либо из PgCache операционной системы. Ну, то есть пеширование в этой базе работало вполне себе эффективно. Если вы используете 9.4, обязательно используете PgStat Key Cache. Отличная штука. Бывают проблемы с осложнением, которые, ну, вообще не детерминируются на конкретный затрос. Ну, например, вот такая проблема. Берем и по первой стрелочке увеличиваем дисковое ИО. Ну, это вывод дестата, тут вот описание полей, они вот здесь вот в середине, картиночки. Вот. И вот эти два столца, это и ОПСы. Мы берем, увеличиваем ОПСы, там, я не знаю, с 10 тысяч до 100 тысяч ОПСов. Вот. И через какое-то время у нас база начинает весь процессор убивать в системе, в систем тайме. Но в этот момент времени все становится плохо и, вообще говоря, непонятно, чем она занимается. И если мы там посмотрим в какой-нибудь PgStat Statements или PgStat Key Cache, мы увидим, что в систем тайме время проводят без ману во все запросы. Ну, то есть это не проблема какого-то конкретного запроса. Для диагностики того, на что тратится процессор, есть замечательная утиль. Это первая. Она, вообще говоря, как справедливо заметил Илья, нифига не для детей и, там, больше для разработчиков ядра, но она работает за счет сэмплинга, не задевая боевые процессы, ну, в общем, вообще не носила систему. Вот. И тут видно, что большую часть времени процессор тратится в спинлоге. При этом видно, что, скорее всего, мы спинлочимся на получении легковесных блокировок. И, скорее всего, в районе работы буферного кэша. Вот вызовы pin-буфер, unpin-буфер, read-буфер и так далее. Ну, то есть, вот глядя в такой вот первотопу, можно понять, где тратится процессор с системтами и предположить, где именно внутри база он тратится. Бывают ситуации хуже, когда мы видим тот же самый спинлог, но при этом вообще говорим, нифига не понятно, откуда у нас вдруг этот спинлог и что с ним дальше делать. Тут должна быть мем-картиночка. Нам нужно, значит, залезать глубже, смотреть, что там происходит и во что мы упираемся. И в этом месте есть какое-то количество инструментов для этого. Одно из них — это D-Trace и SystemTab. Ну, в случае Linux — это SystemTab. Его преимущество в том, что посмотреть им можно буквально все. Другое дело, что для этого надо немножко кода подписать. Это первое. Второе. Нужно пересобирать пасгресс для того, чтобы SystemTab уметь в него залазить. И самая большая проблема — это то, что SystemTab, он неприменим в боевых условиях. Его можно использовать там, не знаю, на стендах для нагрузочного тестирования, потому что работает он не всегда стабильно и может вам сложить продакшен. Ну, то есть мы несколько раз такую ситуацию ловили. Ну, на правах рекламы, вот в бложике я описал про дебаг ситуации с помощью SystemTab. Другой инструмент — это классический отладчик — GDB. И его мы как раз вполне себе используем. Очень просто. GDB цепляется в процессор, снимает бэктрейс потоков. Ну, в случае поздреса один процесс — один поток, поэтому по большому счету просто снимает бэктрейс. Вот. И отцепляется этот процессор. Вывод выглядит примерно следующим образом. И из него видно, что мы висим на ожидании легковесной блокировки Lightweight Lock'а где-то там в районе буферного, работы с буферным кэшом. И не просто где-то там, а вот на конкретной строчке исходников. То есть мы можем пойти в исходники на 591-ую строчку Buffing GRC и позырить, что там вообще, говоря, происходит. Даже если вы не знаете C, я не знаю, там вполне себе хорошие комментарии, можно понять, что происходит. Единственное, что у GDB есть неприятные недостатки. Если вы прицепитесь к процессу и скажете Ctrl-C, то до процесса долетит не из SIG-TURN, а SIG-QUID, долетит SIG-KILL. И вам это под грез сложат. Вот. Поэтому мы написали совсем тупую вязку, она просто все те сигналы, которые вы посылаете, это и от вязки до GDB не досылает. Ну и, соответственно, до подгрешных бэкендов оно тоже не долетает. Собственно говоря, эта вязка позволяет нам снимать стек-трейсы с какого-то там подгрешного бэкенда и дальше в них глазами пялится и понимать, что там происходит. Ну, из плюсов то, что оно стабильно работает и не задевает бой. Для того, чтобы это работало, вам не надо ничего пересобирать и так далее. Вам просто нужно поставить дебаг-инфо пакета, ну там, подгрешки дебаг-инфо, или там, ну, не GIL, а скорее всего, еще хорошо бы поставить или в CD-бэк-инфо, кернель дебаг-инфо и будет вам счастье. Но и важно, оно дает с точностью до строчки кода понимание, где именно бэкенды провалят войну. Вторая часть презентации посвящена тому, чего делать, когда вы вот наступили на какую-то проблему производительности, она у вас уверенно воспроизводится. Вы не знаете, как ее дальше лечить, вот, и, как бы, вам подсказывают, что надо бы написать на рассылку и спросить, что делать. Вот, ну, перед тем, как писать на рассылку, наверное, можно там, насобирать побольше диагностики. Ну, несколько примеров. Например, вот у нас была такая ситуация. Мы стреляли там, в какую-то базу, которая упиралась в процессор. Ну, вот тут, на второй картинке, на второй картинке видно, что вот, желтенький, это процессор в юзерспейсе, и он, собственно, весь измалово съеден. При этом, на таком профиле нагрузки у нас возникали интервалы времени в течение, там, до двух минут, когда база вообще, в принципе, не обрабатывала нагрузку. Все стояло голом. Каких-то там всплесков со стороны операционной системы видно не было бы. Единственное, ну, и вот там, в выводе перфтопа тоже ничего, там, что бросалось бы в глаза, вполне себе не было. Единственное, на что мы обратили внимание, на тот момент времени, что когда появляется этот провал, в выводе перфтопа появляются вызовы работы с джином. При том, что, ну, там, совсем небольшие объемы времени на это дело тратятся. Но вот, как только провал, вот они появляются. Как только все становится хорошо, они исчезают. У нас был в этой базе один джин-индекс. Первое, что мы сделали, мы его выключили и выключили запрос, который этот джин-индекс использовал и увидели, что все стало хорошо, дальше стали разбираться и, ну, оказалось, что мы не дочитали документацию, как обычно. В 9.4 появился фаст-апдейт для джина. Он в большинстве случаев ускоряет время вставки, но временами может приводить к недетерминированному времени этой самой вставки. Для нас стабильность, ну, как бы, стабильность времени важнее, чем интервал этого самого времени, условно говоря. Мы выключили фаст-апдейт, все стало хорошо. И потому первая рекомендация перед тем, как писать на какую-то ссылку, это посчитать документацию. Скорее всего, ответ там найдется. Второй пример. Снова во время стрельб мы наблюдали странные всплески времени ответов, ну, там, до вообще безумных значений единиц секунд, ну, и, в общем-то, они не коррелировали по времени ни с чем там, ни с какими-нибудь автоварками, чекпоинтами, еще какими-нибудь системными процессами и так далее. Со стороны первого это выглядело вот так. Вверху компакшенна лока дальше вполне себе ничего необычного не было. Ну, то есть, классическая картина потребления процессора. ГТБО это выглядело как проблемы с разделяемой памятью, но, опять же, в районе буферного кэша. А, важно, это стало вылазить после обновления на 9.4. То есть, в 9.3 такого не было, в дальнейшем на 9.4 стали вот такое ловить. А, такое ловить, потому что в 9.4 появилась поддержка huge pages и в Red Hat based операционных системах по умолчанию включены transparent huge pages и работают они неопротительно. Собственно, мы далеко не первые, кто с этой проблемой столкнулись, вот ссылка на thread с обсуждением этой проблемы. Выключили transparent huge pages и все стало лететь. Собственно, это вторая рекомендация. После того, как чтение документации не помогло, хотя в 95% случаев поможет, имеет смысл поискать в интернете. Скорее всего, с этой проблемой кроме вас уже кто-нибудь достолкнулся. третий пример та самая проблема, когда через какое-то время после увеличения дискового I.O. база начинает все время тратить в систему весь процессор. И в выводе первое это выглядит как спинлог. В выводе GDB наснимали какое-то количество бэктрейсов и, собственно, дальше магия баша их поанализировали и увидели, что практически все вокруг работы с буферным кэшом. Даже в исходнике ходить не надо. Классическая рекомендация в этом случае является уменьшение Shared Buffers. То есть обычно те, кто начинают работать с подгрессом, они отрезают под Shared Buffers без малого весь доступный объем оперативной памяти и, как правило, заканчивается это плохо. Классическая рекомендация 25% от всей памяти, но не больше 8 гигабайт, вот, собственно, уменьшение до 8 гигабайт у вас эту проблему снимет. Но нам очень хотелось под Shared Buffers отрезать много в силу каких-то причин, но мы, собственно-таки, пошли в исходники, посмотрели, где вот эти строчки происходят, увидели, что они вокруг блокировок на партиции буферного кэша, в 9.5 значение 128 будет по умолчанию, в 9.4 все еще 16, мы, собственно, взяли, увеличили, и это, собственно, уменьшило количество блокировок. Кроме того, есть в 9.5 пару патчей, о которых Плюс сегодня в том числе говорил, но не явно, но говорил. Это улучшенная производительность на многих типах нагрузки. Это вот как раз про это. Единственное, что эти патчи, они в основном про читающую нагрузку, то есть если у вас там база данных, в которой много чтений, вы можете отрезать почти всю память под Shared Buffers, и проблем, скорее всего, испытывать не будете. Если у вас туда много записей, то вы рано или поздно с этой проблемой все равно столкнетесь, и на Вики подгрешно собираются идеи как-то ситуацию в будущем улучшать. Ну, и, наверное, в 9.6 нас в этом месте ждет какое-то улучшение. Собственно говоря, если внезапно чтение документации и поиск в интернете не дали вам ответ на решение вашей проблемы, имеет смысл покурить исходники, и, возможно, там подкрутить одну переменную, и она решит ваши проблемы. Но кажется, что это весьма редкий случай. Ну, наконец, четвертый пример. Описание проблемы подробно доступно по ссылке. Суть примерно следующая. Большая табличка, большой B3-индекс, сколько их большая там, ну, не знаю, единицы миллиардов строк, B3-индекс размером там 200 гигабайт. Вы говорите вакуум на эту табличку, и у вас в течение 15 минут накат изменений на репликах останавливается. Речь про поточную репликацию. И при этом видно, что реплики начинают много читать с диска, с того раздела, где лежат сами данные. Ну, вот видно, что в выводе его топа видно, что стартап-процесс, тот самый, который накатывает экслоги, кушает очень-очень много диска чтения. Ну, вывод перстопа в этом случае смотреть особенно бесполезно, раз мы все проводим в ООО, а не в процессоре. В ГДБ это видно так, что мы действительно висим на чтении из диска, это лексичный вызов. Ну, и с точностью до строчки кода видно, где мы это проводим. И если там пойти в исходники и посмотреть, что там происходит, там вот прям не русским по белому написано, что здесь сделано неоптимально, можно улучшить. Вот. Собственно, ссылка на обсуждение этой проблемы, про способы ее решения, оно и закончилось все это патчем по взглядом, который позволяет отставание реплик сократить. Не убрать вообще, а сократить. Вот тут на картиночке как раз две реплики. Вот та, что зелененькая, это реплика без патча, а та, что синенькая, это реплика с патчем. Ну, на графике подставания. А это на графике чтения из диска. Вот, зелененькая без патча, синенькая с патчем. Объем чтения не увеличивается. Это я к чему? к тому, что если, не дай бог, чтение документации, поиск в интернете и тупое содержание исходников не дало вам ответа на вас вопрос, то хорошо бы их поправить. Вот. Но если вы не знаете C, как, например, я, то вот для этой конкретной ситуации, когда у вас большая табличка, большой B3-индекс, и при этом у вас там изменений мало, ну, то есть в основном инсертом для нагрузка ее имеется насекционировать, и такой проблем у вас не будет. Собственно, к этому моменту времени у вас должно разникнуть в голове следующая мысль. Да, они упоролись. В ДБ в бою патчить исходники патс грейса, ни один нормальный ДБ этим заниматься не будет. И эта мысль, пожалуй, правильная. Мы тоже так подумали. А потому я приглашаю сюда Ильдуса, который расскажет нам про светлое будущее, которое нас ждет. всем привет. Меня зовут Ильдус, я работаю под Postgres Professional разработчиком. На данный момент я как раз делаю мониторинг, то есть делаю патч для мониторинга, который позволит как раз мониторить эти ожидания Postgres. Ождание это как раз то, на чем упирается Postgres, это, например, диск, как раз сторож, сеть, лачи, великовесные блоки, которые внутри подыкруются, или сами как раз heavyweight локи. Эти все ожидания они как бы еще подразделяются на много блоков, много подтипов, то есть великовесные блоки, их может быть там штук 50 разных внутри блоков, их 9 штук. А нетворк это может быть чтение или запись сторож тоже самое. Зачем вообще нужен отдельный инструмент для мониторинга? Часто как раз первый, на самом деле второй пункт это на самом деле первый, потому что их очень много и к каждому надо отдельно разбираться и ну да. Но проблема в том, что их много и то, что желательно как раз иметь инструмент, который их объединяет. То есть у меня как раз вот такая задача стояла. Например, с устентапом вроде хороший инструмент, но его нельзя использовать в продаже. поэтому как раз я разработал в продаже .weight который умеет делать профайлинг, трассировку файлов и историю ожиданий. То есть можно писать последние сроки там в этом есть специальный параметр и можно писать и сохранять потом отдельно читать. Профайлинг он считает количество и время ожиданий по каждому ожиданию. и для отдельных процессов можно включить трассировку. То есть там указывается пид процесса, имя файла и туда пишется все ожидания по этому процессу. Минус трассировки в том, что получается большой оверхед и его нельзя использовать продакшен. Как раз профайлинг сделать так, можно было ждать использоваться продакшен. Вот здесь как раз я написал требования, которые там стоялись. То есть патч должен работать в онлайне и не сильно напряжаться в данных. Все ожидания мы должны желательно получать по нему точные данные. то есть время в миллисекундах, количество. Ну и основной как критерий то, что мы объединяем кучу инструментов в один. Вот так это выглядит. То есть есть для профайла есть такая фишка, которая вызывает отдельную функцию, которая как раз возвращает вот эти данные. То есть по каждому ожиданию здесь можно как раз увидеть сколько времени это заняло, количество. Можно делать какие-то красивые графики, то есть можно запрашивать вот этот профайл, делать резерв, запрашивать еще раз и можно как раз построить пинг-график, в котором все будет видно. Здесь видно, что основное количество здесь как раз на латчах время тратится и на работе здесь. И даже здесь попал один от двух раз в партишн лог. история выглядит вот таким образом. То есть мы получаем там, например, если параметр ставить 5000, мы получаем последние 5000 как раз ожиданий. Их тоже надо после запрашивания, потому что они постоянно стираются. И мы видим как раз параметры каждого ожидания. Для сторожа там можно даже увидеть, какой конкретно блок пишется и так далее. И вычислить самую таблицу, которую нагружают. и здесь как раз посмотрим все ровно. То есть мы включаем, вызываем функцию и файл и видим вот такой результат. Здесь как раз описан старт. Мы видим, что тогда начался старт и где-то он закончился. Можно вычитать время и куда именно запись делалась. И расскажу немного про реализацию. изначально вообще в мониторинге я делал только один параметр, то есть вот эти пять как раз типов и они собирались сэмплингом и как раз профайл делался по ним. Это оказалось не очень полезно, потому что сэмплинг он когда ставит лог на список процессов под грейси и во-вторых когда перебор идет другие процессы могут ставить и они пропускаются. Сейчас делаем это немножко по-другому. Каждый бэкэнд собирает внутри себя какую-то агрегацию и время от времени скидывает это шарп 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 мэмори агут как раз профайл ее отдают. История собирается вот этим как раз желтым отмеченным декорректором оно перебирает как раз про корей и записывает то, что там сейчас происходит. Ну оно может конечно пропускать потому как раз там используется. И есть отдельный который можно увидеть как раз на чем висит конкретный процесс данный момент. Все как бы реализовано на блокфри алгоритмах чтобы как раз избежать его кеда. Вот здесь как раз пример как сделан такой блокфри на истории и вот это называется как раз как дабл баббарферинг то есть мы держим два блока для каждого ожидания и когда бакэнт пишется в один мы читаем из другого и таким образом избегаем блокфировки. и есть как бы я делал как раз специально много тестов на замеры оверхеда и эти тесты показали то что у нас оверхед получается меньше чем в данном случае 0.5% но здесь есть один момент то что я десировал это на select опросах и поэтому я как сказать в общем на врат опрос получается очень такой разброс результатов по пгбенчу даже с мониторингами без невозможно оценить оверхед и если кто-то придумает как это сделать буду очень благодарен на самом деле потому что стабильных результатов при записи очень тяжело и как весь код у нас открыт в опенсорсе то есть там можно создать issue если вам что-то не подает потрясить мониторинг проверить и ну и паки поискать тоже очень полезно здесь еще есть две ссылки где как раз на треде под кризис койл орг где можно увидеть переписку по этим делам и тоже туда там тоже поучаствовать и есть пример использования как раз этого мониторинга для этого скажу да немножко про пример но вот льду сказал что можно скачать попробовать потестировать поискать баги мы скачали попробовали поискали потестировали у нас уже в продаж не стоит 9.4 там бач могут не беспокоиться ну не знаю ну то есть как бы мы но это долго катилось в продакшен на самом деле патч есть для 9.4 есть патч для текущего мастера который сейчас толкается вовстрим но ссылки на обсуждение льдуз там показал как это было раньше вот у нас база которая вроде бы не во что-то убирается но дальше больше не выдает ну то есть 20 тысяч транзакций в секунду и все и точка вот больше не получается годовой мы видели что висит она вот здесь прок рейн транзакшен и получение легковесного лока вот но опять же с точностью до строчки кода мы могли узнать что это висит на прок рейн локе это можно было подключиться понимать на конкретном бэкэнде и увидеть это а сейчас это один селект запрос в пиджи стат вейт карант или в пиджи стат вейт хистерри в зависимости того вы смотрите ситуацию прямо сейчас или историю того что было когда-то и тут вполне видно что все они висят на прок рейлоге и сколько времени они потратили ожидания этого самого прок рейлога это вполне себе можно визуализировать тут я не знаю насколько хорошо видно но в общем это график того сколько времени база тратит в каждом классе ожидания значит красный это диск зеленый это легковесные локи синенькая это хэби локи сеть и лачи тут выключены потому что они как правило занимают очень много времени ну то есть когда вас бэкэн висит ничего не делает у него класс ожидания нетворк и там время ожидания очень большое когда какой-нибудь чекпоинтер висит и ничего не делает для него класс ожидания лач и время ожидания бесконечное не бесконечное но очень большое и вот вывод их сюда на график вот это все сразу смажет и тут вполне видно что большую часть времени база когда она чего-то ждет она ждет дискового но времена не висит вполне себе на лайтвай лот по оси время соответственно но время которое мы ждем по оси x время календарное можно такой же график построить отдельно того что происходит внутри лайтвай локов и увидеть что тут больше всего желтого цвета и желтый цвет это буфер партишн лок те самые блокировки партиции буферного кэша и не просто так мы их увеличивали с 16 до 128 не просто так в 9.5 их сильно оптимизировали ну или например вот так вот выглядит картинка классов ожиданий в момент когда в базе все стало плохо видно что сначала взорвались мы повесили в ожидании на легковесных блокировках а через какое-то время золочились уже и там на уровне строчек табличек строчек таблички табличек и так далее на хэви лайтлоках и вот если посмотреть какой из лайтлоков был виноват то я не знаю насколько я дать тоник но по идее тут должны быть прок рейлок и буф прелест лог повесили мы на буф прелест локи а на прок рейлоке было много потому что в этот момент времени сразу создалось большое количество бакандов новых соединений открылась и нагрузка на прок рейлоке основной источник проблем бух прелест лог который которого в 95 уже нет в смысле не будет его распилили опять же в одной из оптимизаций ну кажется это вроде бы все пора подводить итоги кажется что это такая долгожданная фича которая есть во многих других базах данных и значительно облегчает жизнь DBA усил вопрос есть когда на самом деле патч мы сейчас продвигаем самый подгресс там как раз идут сейчас такие обсуждения в новой листах но если все будет хорошо то будет Диэй-6 привет спасибо за доклад я как раз только что ему написал пост про тестирование GITOM GITTIM вот это я час назад это ему написал то что у легких там получается очень незначительное на самом деле вы можете тоже прочитать в принципе там все видео но а вот ты на ПКП еще говоришь 732 735 а вот Янгекс же говорит что у них против уже гоняется они как мерили спасибо мне стыдно говорить об этих результатах но мы получили отрицательный оверхед я честно я перепроверил это много раз на самых разных типах нагрузки и до сих пор отказываюсь в это верить мы получили отрицательный оверхед ну то есть включаешь в этот интерфейс получаешь производительность лучше чем с выключенным у нас в продакшене я же уже сказал и оно значительно облегчает понимание того что у тебя в базе происходит скажите пожалуйста ваше видение на то что вы следующее добавите то есть это ну это просто круто молодцы что вы еще добавите туда какие у вас планы мы эксплуатацией постгресса занимаемся разработкой вот ребята из постгресс про на самом деле будет хорошо если люди будут писать свои желания к этому мониторингу то есть то что мы сейчас видимо это как бы мы то что придумали то что нужно если там кому-то что-то нужно еще то мы будем принимать я хочу уточнить немного вопрос вы имеете ввиду вообще все разработки которыми мы занимаемся или чисто в плане мониторинга чисто в плане мониторинга ну так в плане мониторинга это наверное все у нас большие проекты в том числе кластер синхронный мультимастер шаттинг и прочими плюшками консистенции и так далее над которым мы будем работать и в частности мы планируем больше делать более открытое это обсуждение потому что в пластере в нем очень много всевозможных спорных моментов и вот у нас как получилось с этим проектом то что мы с коллегами из Яндекса с Ильдусом мы вместе проводили исследование смотрели как нам лучше делать реально нужно ли делать там сэмблинг или нужно ли реально мерить GetTimeUpday каждое измерение мы много тестировали проверяли пришли потому что GetTimeUpday делает каждого события ожидания лучше но теперь нам нужно по второму кругу то же самое доказывать для комьюнити потому что они как-то были немного не в теме да пожалуйста у меня по поводу GetTimeUpday и железо вы тестировали на виртуальных машинах amazon еще что-то у меня подозрение что там их не взлетит ну на виртуальных машинах еще не тестировали но вы на самом деле можете нам помочь с тестированием на всем чем угодно что у вас есть а у нас может быть даже и нет я зацеплю я не буду тестировать ну похуд конечно у меня вопрос можно я вопрос задам да вот колонки которые у вас есть там да ну уже хорошо какие-то распития налоги а можно понять какую таблицу мы читали или например мы писали вову файлы и с последнего там сэмплинга записали еще плюс мегабайт или мы там читали вернее авоцировали темп темп да вот запрос темп идет идет мы плюс 10 мегабайт авоцировали или мы ну то есть короче спектр вот этих самых он бесконечный я думаю очень хотелось бы вот это видеть у вас как в планах или как бы связывание в локу что ли вот создание есть там одно в другом есть создание чтобы они как-то были связаны что ли что такое нет я не про связь создание просто набор событий которые вы там мониторите то есть можно ли например сейчас увидеть что запрос выполняется он висит на CPU при этом авоцирует память и уже зааллоцировал 200 мегабайт он не может не сесть на CPU и просто там вот это малок это семью задачи это аллокация то есть это можно увидеть то есть там просто идет блок на какой-нибудь стоит и это можно малок малок memory allocation именно на нижнем уровне получается нет такие вещи там не университ сейчас там видно именно то что но это немного разная задача понимаете сказать где он сейчас висит и сколько он уже на аллоцировал вот есть отдельная задача это просто по плану запроса видеть что в какой ноде что на сколько сделалось да сколько там успело прочитаться и так далее вот такую задачу мы тоже знаем и в нашем плане она тоже есть вот потому что вот был проект может быть вы слышали взять и query progress сделать в виде там прогресс-бара да но это не взлетело потому что слишком сложно взять и оценить исходя там из текущего выполнения плана да показать насколько это реально процентов оно выполнено но вот показать dpa текущее просто положение дел по факту по плану запроса это вполне можно и такое в нашем плане присутствует давайте поблагодарим наших докладчиков позже мы уже на две минуты сегодняшнего сегодняшнего теперь мы попросим так сказать на эстакаду нашего опуска